И мы приветствуем всех на очередном выпуске рубрики Best Replaced на канале goodgame.ru. С вами Бонич. И в самом начале выпуска хотелось бы поприветствовать нового подписчика на Boosty.ru. Это Бамбажги. Бамбажги, поздравляем, отличное решение. Бамбажги теперь будет получать ролики на неделю раньше остальных. Ну а у нас заруба орка против эльфа на карте Turtle Rock, что переводится как черепашьи камни, скалы или какие-нибудь иные твердые поверхности, например, черепашьи яйца. Это наркоманская игра. Я посмотрел с самого начала, но сейчас вместе с вами еще раз повторю, потому что повторение мать лечения. Как мы видим, орк играет без барака. Ну, в принципе, вся Америка без барака как-то живет уже 5 лет. И орки, я думаю, справятся. Вот. А эльф играет вообще без ничего. Он один колодец построил и, в принципе, ему хватает. Но я бы назвал эльфа Учкудук, но для этого колодца ему нужно поставить 3. А у него всего один, поэтому пока не дотягивает. У орка пошла разведка. Короче, ну, если серьезно, то орк, видимо, хочет фастер-2. Фастер-2 с быстрым блейдом. А зачем ему фастер-2? Один бог знает. Ну, хочет, наверное, быстрого второго героя. Быстрых тир-2 юнитов. В каких? Знает, опять же, вот тот, про кого я сказал чуть раньше. Не будем упоминать дважды его имя в Суе. Ну, там, не знаю, райдеры спирит... Эти, баратрумы. Спиритволкеры. Они же неверные. Бог его знает, чего у этих орков на уме. Вот, а эльф явно хочет играть в хантрес, потому что у него один колодец, очень поздний алтарь, и, видимо, он хочет построить все одновременно. Но такой вот эльф, у которого, ну, наверняка есть какая-нибудь такая болезнь, таймофобия. Вот он хочет, чтобы все закончилось одновременно, все здания. Видимо, и со своей женщиной этот эльф тоже заканчивает всегда одновременно в ту же минуту. В общем, помешан на таймингах. И у него будут фаст хантресы с поздним героем. Здесь уже Блэйдмастер охотится за Кругалем безуспешно. Экспы 0, бараки и, как видим, тир 2. Великолепно я читаю игру, учитывая, что я ее уже до этого смотрел. Ну, а повторю, смотрел я примерно до вот этой минуты. Теперь все будет по свежим ощущениям. Все будет спонтанно. Висп трется возле таверны. И у нас появляется повелитель зверей. Если можно назвать свиней зверями. Ну, хотя бы медведь ей с собой. В общем, господин Запашный появился на карте. Тут же вызвал свинью. Свинья от него дала стрекача в обратную сторону. Ну, потому что, как мы знаем, звери очень любят братьев Запашных. Идет погоня адская. Первая хантресса должна выйти с минуты на час. И Блэдмастер сам себя запирает. Он забегает в приготовленную эльфом мышеловку. Он пока еще этого не знает, потому что он не оглядывался. Он спокойно там нарезает снова капусту из виспов. Но назад разворачиваться не хочет. Его прям вот конкретно поджал Блэдмастер. И теперь Блэд не выйдет никогда. Виспы грамотно отходят. Один свинорыл дерется с другим. А Блэдмастер как-то вышел. Попробуйте, друзья, в комментариях написать свою версию, как вышел Блэдмастер. У меня только одна теория. Он прогрыз дыру в колодце. Ну или прямо в Бестмастере прогрыз дыру. Я и других способов не вижу. Короче, он как-то спасся. Орка скоро Тир-2. У него, кстати, лесопилка построена. Из чего я делаю весьма прозаичный вывод, что... И довольно очевидно, что будут катапульты. Вообще в котов на этой карте играют редко эльфы. Это мне Майкер говорил, это не мои выводы. Я ссылаюсь только на авторитетные источники. В общем, из-за того, что много узких проходов. И здесь хантрестом не особо развернуться. Но это если говорить о массах хантреста. Хотя, слушайте, кому вы верите? Этому Майкеру нельзя верить. Я в РТ играл, и... Спокойно здесь эльфы играть даже 2 на 2. В массах хантрест, так что... Забыли все, что я сказал вам раньше. Так, вцепились в Блэйда. Это, возможно, последний винболк. Выходит в Шэдоу Хантер, как мы видим, из алтаря. Блэйд пытается сделать отбивную из Бестмастера. Но из него и самого сейчас сделают стейк. Охота за Грантом. Хантрески за одним, свиньи за другим. Хантрески передумали. Видимо, тот Грант оказался невкусным. О, Блэйдмастер! И вот тут уж точно последний винболк. Эти винболки у Блэйда, знаете, это как... У пацана, которого принимают... Я не знаю, есть ли еще такие районы в вашем городе, где могут гопники принять. Ну и типа, давай вот мне 100 рублей. Говорю, ну все, пацаны, последний. А потом выясняется, что у него еще 100 рублей, и еще 100 рублей, и еще 100 рублей. Бесконечные сотки, бесконечные винболки у Блэйда. Вон ты, узи, алтолкен, сказал таракан. Мяу, пришел кот, помогает нам смотреть Дэнку, да? Коту надо дать таблетку. А то он превратится в дикую пантеру. Успокоительный коту срочно, пропишите. Минус ханта. Через Хекс. А тут вообще фаерлорд. Я же говорю, наркоманы какие-то. Фаерлорд. Зачем здесь фаерлорд? К чему здесь фаерлорд? На кой здесь фаерлорд? И другие вопросы, которые интересуют общественность, прямо сейчас вы можете задать в комментариях. Если смотрите это в данную минуту. Ну, у эльфа какая-то стратка. Мас с аммонами. Он хочет орка запушить масс с аммонами. Пока у орка не появились кто? Правильно, баратрум. Минус вторая ханта. А здесь вовсю идет пуш. Но, грамотно поставленный в ряд три логова. Здесь, конечно, не хватает какого-нибудь таурена, если бы орки могли его как-то перевербовать. И вейв пустить бы по этим трём логовам. Гранты битые возвращаются мимо бестмастера. Но бестмастер раненых не обижает. А свиньи, они и в Африке свиньи. Да, им плевать вообще. Кого? Кого уничтожать? Здесь более приоритетная цель. Огнеплюй. Огнеплюй выпивает из колодца, но маловато. Есть еще один колодец. Огнеплюй, давай. Как вообще вода может лечить огонь? Я не знаю. Он бы уже здесь потух, наверное, если бы хлебнул так из колодца. Но он как-то лечится, правда, ненадолго. Все, огнеплюй умирает. Приходят три хантреса, блочат грамотно. И теперь уж точно. Ну, то есть, наверняка, помог здесь эльф своему визави, чтобы уж тут не страдал, не мучился, а еще восемь круглого за ними нарезал. Тут лорницы какие-то. Здесь хантреса отводится слишком поздно. А нет, молодец. Еще одна лорница. Эльф старается ставить лорницы прямо возле блейдмастера, чтобы ему нужно было всего лишь один удар мечом нанести для отмены здания. Это грамотный мув. А может быть, он пытался виспа спасти, и он что-нибудь строил. Не знаю. Короче, это момент уже заигран. Да, вот две лорки. Зачем тебе были... Зачем тебе нужны были хантресы? Хантресы, если ты выходишь в... В итоге в лорнице, почему нельзя было открыться через арчей, что гораздо быстрее и дешевле. И у тебя уже были бы... Ну, то есть, прикиньте, орк все равно вышел в поздний течь. Да, и если бы... Если бы собирался играть в медведей... А может быть, он не собирался играть в медведей, а принял это решение на основе той информации, которую получил. В общем, лютый замес продолжается. Экшончик. Все-всех бьют. Два гранта прямо из лазарета с койки встали, и давай наяривать. Но одного отправили обратно. Но это сразу в морг. Очень смелые гранты. Орк вообще не щадит ни своих, ни чужих. Здесь хантреска хилится какая-то. Огнеплю вылупился снова. Так. Хантреска... А, там за ней виверна. Оооо... Как же сложно здесь предугадать, что они вообще собираются строить, как они собираются играть. Не, виверны это, конечно, очень хорошие юниты. Для... Эльфа, у которого масса моны. Ой, Блэйд! Блэйд! Последний удар! Он выпивает зелье. У него сапог, если что, убежит. Виверна дпсит. Хекс наносится. Но... Сверчок здесь без своего друга в бусах вообще никак не представляет боевую силу. Поэтому зеленоухий решает ретироваться. Но летят еще две виверны. На подкрепу. Уж они-то сейчас объяснят, что к чему. Короче, орк решил свичнуть с обидом. Что нужно делать эльфу? А эльф уже пошел в лорнице. Как вы понимаете. То есть ему дроздять не строить уже не с руки. Слишком много ресурсов. Здесь тоже какая-то битая хантресса прибежала отдаваться. Я не знаю, что происходит вообще. Где дисциплина в армии? Почему все из лазарета убегают куда-то? Может быть это какая-нибудь районная поликлиника. Тогда я понимаю, что этим юнитам проще умереть на поле боя. Это гораздо быстрее и милосерднее, чем медленно загибаться под капельницами. Но понять невозможно. То есть медведь вышел, реджуф есть. Куда она пошла? Зачем она бежала? Орка. Есть еще райдер с сеточкой. Я думаю, что их будет немного. Офигеть. Вот он вам лазарет. Вот вы видели, да? Вместо того, чтобы вылечить грантаун, его просто грохнут. Тогда понятно, почему раненые разбегаются. Интересно, а хантрессы... Точнее, медведи побеждают вивер? 100 на 100 лимита. Интересно, кто сильнее? Только если медведи умеют вставать на задние лапы. Как-то подпрыгивать. Не знаю. В общем, я так и не понял, как эльф собирается решать вопрос с виверными. Да, медведи в форме, но как бы... Только за счет суммонов, что ли? Райдера отводим. Блэйд получает людей. У него, как вы думаете, еще, конечно же, последний винболк. Нет, смотрите, на свитке скорости с дрисном. Всех виверных вводить не обязательно. Можно поконтролить. Можно убить, в первую очередь, огненного элементаря, чтобы тот не размножался. И дальше спокойно... Спокойно нарезать. Там только фаерлорд будет дпсить. Ну, интересно, конечно. Так, это что такое? Это тп. Зачем? По что? Откуда взять золот? Ну вот, все, как бы у орка больше нет золота на новых виверн. В количестве пяти штук они будут сражаться. Райдер пытается прикинуть, сможет ли он развалить пятерых мужиков, татуированных, на магазине. Но пока Райдер раздумывал, волк просто понес его обратно на базу. Здесь третий герой. Из чего я делаю вывод, что у эльфа уже грейд на кир-3 готов. То есть сейчас будет орба. Сейчас будет все... Ну, алхимик взят для того, чтобы осидку виверн кидать. Вот они уже под осидкой, кстати. В данный момент находятся. Ну, виверну на медведя менять, по-моему, довольно выгодно. Правда, минус 1, а вторая как-то выживает. И минус бист. Я вообще не понял. А зачем сюда эльф полез с... Двумя кабанами, там, и тремя медведей, и там, двумя медведек. Что он хотел этим сказать. Я не знаю, только если медведи наложат Риджуф на голову самим себе еще и всем героям. Вот еще одна осидка. Только в этом случае можно будет сражаться. Но здесь никаких запасов маны не хватит. Алхимик пытается придумать формулу, которая заставит его бежать быстрее. Ну, пока только получается формула получения люлей по хребту. Выбивает. Дерево бросается на подмогу. И вылупляется довольно бодренько фистмастер. Осидка. Кабанов надо вызывать. Бист, по-моему, с арбой, да, если я не ошибаюсь. Ну, короче, все герои эльфа бьют по воздуху, но... Полин, ну это реально какая-то наркомания, я не могу. Я таких стратегий не видел никогда. Блэйд помер. Да, Блэйд не Навальный, его гораздо проще отравить. И гораздо быстрее. Кадой сожрал на медведя, переваривает. Ни черта непонятно. И вроде как виверны в чистом поле сильнее медведей, к понятным причинам. Но поскольку у эльфа все три героя, они бьют по воздуху, плюс есть элементали разные. То вроде как и ничего. Да и вивер не крит масса. Кадой, сожравший медведя, решил пойти закусить вторым медведем. Но сейчас, по-моему, сработает поговорка, жадность фрая разгубила. Четыре раба курят возле логова. Никто не собирает древесину, хотя понятно почему, орка ее уже касает. Минус еще одна виверна. И алхимик нашел все-таки формулу, как бегать быстрее. Гоняет блейда. Виверны продолжают дпсить медведей. У меня такое ощущение, что размены идут один в один. Ну, плюс-минус. У блейда есть еще запасных 46 инволков. Здесь козы пришли. Козы у меня вызывают вопросов еще больше, чем медведев, да, в этой связке. Потому что все-таки вивер не вообще там, нет, много умал, чтобы козу развалить. Но почему-то коза побеждает, умирает плейд, которого первый раз за всю игру не нашлось инволка. Отдает двух вивер, орк, на ровном месте. Про отводы юнитов, я думаю, оба игрока не слышали. Они знают только про приводы юнитов. Потому что, возможно, это два военных комиссара разных районов. Потому что у них одни приводы, у них отводов-то нет вообще. У них даже, у них в бой годятся и раненые, и калеки, и разного рода там инвалиды на все виды. В общем, все годятся на войну. Да, точно два военкома сражаются. Вначале всех дефективных отдали. Теперь вот никто не отходит, все сражаются до последнего. Кадуи бьют в барабаны, подгоняя рабов. Здесь по-прежнему делаются медведи с дриадами. И такая вот троица. Да, трус балбис бывала. Троица героев бегает у эльфа. Я вообще пытаюсь понять, что принял эльф. Да, и сколько нужно съесть поганок и ложных опят на мухоморов, чтобы придумать такую троицу героев? Бестмастер, фаерлорд, алхимик. Пойди разберись вообще. Ну, может, это новая мета будет. У орка все горит, все лопается, денег нет. Зато много древесины. Все как на лесоповале прям. Тут решают взять красную точку. Орк готовится принять. Зоркий орк следит за всеми передвижениями эльфа. Сейчас попробует забрать. Но нет, тут же сокол, тут сокол. Но почему-то вместо того, чтобы переключиться на Блэйда, решает сохранить. Отдать. Вместо того, чтобы попытаться убить Блэйда, который там на ладом дышал, разменять его на фаерлорда, эльф зачем-то решил отдать АТП, Б главного бамбра, С боевые барабаны орков, которые выпали бы, возможно, ему, Д, еще бог знает что. А у орка страта маскодой. Короче, ливерны не прокатили. Он решил построить самых толстых юнитов, которых точно трудно убить. Нет, ну я понимаю, почему у нас кодой. Есть райдеры с сеткой, там понятно, что все в итоге все равно перешло в битву кодой против медведей. В этой битве кодой, конечно, хороши. Только нужны свитки скорости, иначе кодой не уходят. Зачем тебе кодой, который не может унести сожранного медведя на базу? Непонятно. Очередного сытого кодора сейчас сделают мертвым кодоем. Кое-как отлечивают. Все, конечно, здорово, пожрать медведей, все дела бы часто кого-то выбавить свиток скорости, наконец-то. Два вторых кодора голодные, сожрать фаерлорда не получится, но получится его затыкать. Если просто воевать, а не убегать сытыми на базу, то у кодоев не лучшие юниты в плане ДПС и демеджа. Я бы сказал, это худшие юниты. Возможно, даже рабочий с геркойн нанесет больше урона, чем кодой. Бестмастер лег. У эльфа акция. Убей фаерлорда, получи бестмастера в подарок. Но я напоминаю, что у этих ребят никто не уходит с поля боя. Такого понятия, как спасение, они не ведают. Абсолютно безжалостные. Минус еще один кодой, плюс еще один медведь. Там дряду казнили по дороге. Остаются райдеры против медведей. Не лучший для орка расклад. Я бы советовал райдерам не лезть, но кто я такой, чтобы указывать блистательному орку, как ему играть. Поэтому у райдера все отлично. Они размениваются с медведями по ДПС. Набрасывают сетку. Райдеры забыли, что они не кодой, они не могут их сожрать. Но тем не менее, медведи как-то умирают. Даже не спрашивайте меня, как. Почему леджувчик, форма? Медведь все равно не переживает от удара из медволка, насколько я понял. Там в кого-то склянка полетела с огуречным рассолом. Тут медведь переваривается, там уходит. Тут смерть. Дичь вообще какая-то. Минус таракан. Парасеток. Орк блистательно заменяет одного битого райдера на другого битого райдера. Но все равно разворачивается алхимик. Даже не пытается. Погибает. Бестмастер вызывает кабмана. Тут все дышат на ладан. У всех уже критический уровень здоровья. Всем срочно требуется реанимация. Ну, в общем, отдали еще всю свою армию всех своих героев рандом на оба игрока. Понять, у кого здесь какое преимущество. Я только одно знаю точно, что скоро закончатся рудники, а про экспанды наши бравые генералы даже не помышляют. У эльфа уже все закончилось, и дерево пошло мигрировать. Мигрировать оно пошло вниз, на уже зачищенный благополучно орком. Экспэншн. А у орка, между прочим, нет золота. И, судя по всему, уже не появится. Нет, последняя вытаскивает, я смотрю. Орк стартежно вышел из лимита для того, чтобы этого последнего золота ему точно хватило на то, чтобы заказать еще одного райдера. Виверны снова. Что? Как? Как можно? Да. Любят разнообразие наши игроки. Внезапно эльф снова наблюдает пять виверн вместо четырех катоев. Продолжается замес. Сразу же орк фокусит правильные цели. А именно Дриад, который, как я и говорил раньше против виверн, так все бойцы. Кадой заблудился. Получает лилий. Виверны просто окружат, как вороны. Над головами эльфа. Решают все-таки поатаковать кого-то. Блэдмастер заблудился в лесу. Тут еще черепахи бьют. Полная суматоха. Полный хаос. Абсолютная неразбериха творится сейчас на карте. И только виверная тренируется в синхронной стрельбе. Фокус по бисту. И наконец-то мы видим, что такое залп по пяти виверам. Бист добегает до колодца. Добегает, добегает. Выпивает, разворачивается, но я ему это не советую. И снова это не советую. Хотя выходит алхимик. Бист выдувает уже третий колодец. Он пьяный там, наверное, уже в салат вообще. Алхимик разворачивается. Пытается догнать. И, в общем, все выживают. В итоге ни у кого нет денег вообще. Ни у кого, ребят. Орк понимает, что это его последняя армия. А эльф еще тешит надежду на то, что... Дерево как-то даст новый всход. И там, я не знаю, вегетативно его размножат. Орк решает вгрызаться в это дерево, чтобы у эльфа уже не было тоже никаких надежд и помыслов. Отводит одну виверну. Это случайно. Это не склик, я думаю. Наш орк так не играет. Вот вторая виверна, падшая, доказывает это. Жесть. Алхимик, конечно, под рейджем. Нормально так наяривает по воздуху. Тут еще два кодоя целых на базе. Но жрать им уже некого. Могут пощипать травку, конечно. 302. 29 лимита у эльфа. У него остались только герои, насколько я понял. У орка неплохая армия, но непонятно, как ее хилить. Хекс. Это был неправильный алхимик. Лже-алхимик первый. А вот пришел правильный. Таракан забыл, в какую сторону ему двигаться. Перепутал направление. Ну или его просто мама учила, когда переходишь дорогу. Посмотри сначала налево, потом направо. Ну и в результате Таракан пал. Оттапка Бестмастера. Блейд ушел в Виндволк. Там все герои дышат на самом деле наладом. Под инвулом алхимик. Блейд собирается, видимо, выходить из Виндволка. Ждет, когда отпустят инвул у алхимика. Удар раз, удар два, разворот. Виверные слишком поздно подлетели. Кабану вообще пофигу. На то он не кабан. Но не тот желудь он себе нашел. Там Блейд почти шестой. Что за дичь. Что за дичь. Тут денег нет, но заказываются дриады. Две. Под пять вивер. Это как раз для шестого левела. Еще одна благотворительная акция от эльфа. Подари Блейдмастеру шестой левел и начни следующую игру пораньше. Пригласи в игру друзей. Денег уже не будет ни у кого. Это однозначно. Правда, орочи и рабочие еще могут как-то поворотить золотишко из соседних шахт. Кто шум даст, конечно. Учитывая, что на эльфа работают свиньи-разведчики. Еще сова-диверсант. Пошел замес. Блейда видно. Теперь не видно. Дриаду тоже уже не видно. И вторую. И Блейдмастер до шестого остается. Ну, не знаю. Может, Кабан какой-нибудь. И Виверна слишком поздно понимает, что она в этом бою уже спеклась. Блин, как же быстро разваливаются Виверна тоже. Смотрите. Просто жесть какая-то. Так, Кадой сожрал свинью. Но тут сейчас гораздо более жирная свинья может пасть жертвой. Это точно будет шестой левел. Нет! А, шестой. Он уже давно получил шестой. Кадой пытается открыть пасть пошире, чтобы съесть алхимика, но у него не получается. Но он и не отходит при этом никуда. Зачем? Приходит Блейд. Он шестой, напоминаю, против... Ну, Орг здесь... Судя по левелам героев, все-таки Орг здесь больше наубивал, как подсказывает Кэп. Возвращаются две еще каким-то чудом немертвые Виверны. Осидка! Удар! Тик! Тик-так! Ой-ой-ой! Умирает все-таки Блейдмастер мой! Алхимик разворачивается. Еще одну Виверну забирает. У него 13 КП! Добежать! Включай трэйдж! 20 КП! Колодцы! Колодцев нет! Боже мой! Виверны про это не знают. Знают? Она все рассчитала! Ну, а где демош-то? 7 КП! Что? 10 КП! Вот это герой! Кодой пришел! Алхимик, как в Мортал Комбате, поднимается по лестнице. То есть, забрил сначала Мубаса, потом посложнее. Сейчас Рейд Босс пришел. Жирный Кодой. Понимает Алхимик, что никаких шансов против Кодой у него нет. Текает прочь денег на воскрешение, между прочим, тоже нет. У Орка тоже. Тут весь вопрос, догонит ли Кодой Алхимика. Если догонит, то у обоих игроков закончится армия. Внезапно. Вообще вся. Потому что все мертвые. Вообще все мертвые. Кодой стучит в барабан и храбрится. Но Кодой сейчас жалеет, конечно, что он так много ел в детстве. Нет здесь Алхимика. Ай-яй-яй. Будь он чуть-чуть порасторопнее, он, конечно, бы успел. Ну что, поздравляем Альфа с победой, потому что наступает ночь, и Алхимика тригенится в колодцах. Ну и когда-нибудь через часов в 8 он по одному удару затыкает все-таки. Даже Буровый. Даже Буровый. Восстановить экономику здесь уже не представляется возможным. Нет рабочих, нет веспов. Ни черта нет. Орку не на что строить даже. А, нет, подождите. У Орка есть рабочие. Орк их спрятал. У Альфа 14 лимита, у Орка 16 лимита. Да, спасибо, Андрюша. Спасибо. У Орка куча рабочих. Если бы они как-то в крысу натаскали золото, а может там алтарь горит? Нет, алтарь не горит. Если бы они как-то в крысу натаскали золото по-тихому, но тут не откуда. Понимаете, в чем проблема? Игра длится уже 30 минут, а до сих пор не закреплены соседние точки с рудниками. Вокруг Орка нет ни одного свободного голдмайн. Вот это да. Вот это поворот. Штукадорю не влезет в рот. Светлячки летают по карте. Просто украшает. Я считаю, что просто они украшают эти и без того прекрасные пейзажи. Здесь не хватает диснеевской принцессы, которая бы гладила их по попкам и разговаривала с олененком. Но от них толку тоже никакого нет. У Орка два колеса. И здесь Орк пожалел, что он не играет в эпоху империй, в которой на рынке можно менять один ресурс на другой. Но здесь никакого рынка нет. Точнее, он есть, но носит совсем другие функции. Алхимик приходит в магазин, почувствовал себя бабушкой-пенсионеркой в 90-е, потому что в магазине полно товаров, а купить нечего. Точнее, есть чего, но не на что. Но Алхимик может закрепить, да. Слушайте, у него есть виспы. Не, на самом деле, да, здесь все, я понял. И здесь эльф победил, потому что у него сохранились виспы. Он сейчас закрепит точку, заработает деньжат, ну, хоть сколько-нибудь. Потому что Орка с Кадоем закрепить может только соседскую кормушку с зерном. Главное, деревьями не добивай, и все будет хорошо. Классно, если Алхимик бы получил шестой, правда, он этого уже никогда не получит. А сколько там на нычку нужно? 150, по-моему? Нет, дороже, 250. Ну, короче, не буду я выпендриваться и называть вам цифры, но я понял, что на экспант еще не хватает. Но есть еще одна точка. Но Алхимик под энрейджем соседочка это может. А, вот, продал, что-то еще продал. Да, выпавшие предметы он продал спокойненько. И эльф закладывает нычку. Да, это изи вин для эльфа. Жаль, конечно, что орк об этом ничего не подозревает. Он думает, что все нормально, а кодой стучит барабаны. Уже никого не подгоняет. Там, может быть, орк забыл, что у него есть рабочий. Вот, смотрите, глупость в том, что эльф-то был занят тем, что выбивал предметы, крепился, и мог орк тоже этим моментом. Правда, опять же, повторюсь, некуда отправлять. Все голдмайны заняты. Они не крепились в этой игре. Они просто друг к другу чистили хлебалок. Ну, на левом голдмайн можно было как-нибудь, ну, не знаю, рискуя. А что делать? Ну, от того, что ты сидишь, просто сидишь в логово, у тебя же не прибавится денег, правильно? Игра не выиграется сама. В общем, Амитвиль здесь оказался более расторопным, несмотря на то, что в бою, по-моему, орк был более успешен, потому что у него был более прокаченный Блэйдмастер. Ну, я бы сказал так, они друг друга достойны. Они оба отдавали друг другу максимум из возможного. Вообще, видимо, пересмотрели каких-нибудь фильмов про самопожертвование, про героизм, про филантропию. И слишком буквально восприняли фразу «надо все отдавать миру». Отдали друг другу все, но в итоге, в итоге орк отдал больше. Тут пытаются застрелить алхимика. Да вы что? Да вы что? Да вы серьезно? Да нет! Нет, если у тебя это получится, чувак, ты будешь, ты будешь, я провозглашу тебя лучшим игроком мира! Но у него это не получится, конечно. Господи, господи, если бы он справился сейчас, это был последний шанс орка. Но алхимик кинул осетку в рабочую, и тот почему-то решил, что его жизни вообще чего-то стоит, и стал отходить. То есть, орк не отводил вивер, не отводил грантов, не отводил героев, но этого сраного раба, цена которому грош, он почему-то решил спасти. What the fuck? Ну, убием алхимика, конечно, все равно мало бы, что изменилось, потому что там у эльфа уже растет экспэншн. И он сейчас закажет второго героя, но это, по крайней мере, было бы красиво. До выхода орка из игры остается пять, четыре, три, два, один. Пишем ГГ, выходим. Я не знаю, как экрестить эту игру, как резюмировать. В общем, это был фестиваль отдача друг к другу, дорогие зрители, отдавайтесь не вы, отдавайтесь варкрафтеры, отдавайтесь варкрафтершам, варкрафтерши, отдавайтесь мне, чтобы было еще больше зрителей в нашей рубрике Best Replace. Спасибо всем за компанию, за внимание. С вами был Годич, до встречи в следующем выпуске. Ага, да, да. Самое,